Здравствуйте! На 39 канале городки и подробности из Анапы. Программа для тех, кто желает быть в курсе событий местной жизни. Сегодня вы узнаете в подробностях о развитии топливно-энергетического комплекса Анапы. Почему прокуратура заинтересовалась землями на Утрише, о достойном результате анапских спортсменов и не только об этом. Развитие топливно-энергетического комплекса Анапы обсудили в Краснодаре. На совещании в краевой столице вице-губернатор Андрей Прошутин и мэр Анапы Василий Швец рассмотрели вопросы обеспечения теплом жителей города-курорта. Также в работе участвовали вице-мэр Артем Моисеев и гендиректор предприятия теплоэнерго Алексей Савченко. Оборудование котельных и теплотрассы в нашем городе изношено, что в холодный сезон приводит к авариям. Устранение их в зимний период проходит в условиях предельно сжатых сроков. Также к сложностям работы теплоэнерго добавляются задолженности за поставленные ресурсы перед межрегион «Газ Краснодар» из-за несвоевременной оплаты жителей за услуги. Несмотря на это, отопительный сезон 2022-2023 удалось пройти без серьезных сбоев. Василий Швец отметил, что самое главное – обеспечить комфорт анапчан. Бесперебойное тепло в домах, горячая вода, отсутствие аварийных ситуаций на теплосетях. Поэтому уже сейчас необходимо начинать качественную подготовку к новому отопительному сезону. На совещании были озвучены способы привлечения дополнительного инвестирования в ТЭК для эффективного управления. Также обсудили ход программы до газификации в Анапе. Газораспределительные сети доведены до границ 2758 земельных участков. Около 500 домовладений уже газифицированы. Анапская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения земельного и градостроительного законодательства при использовании земельных участков в водоохранной зоне Черного моря. Сотрудники прокуратуры совместно с полицейскими обследовали территорию прибрежной полосы и земель водоохранной зоны Черного моря в селе Малоутриш, где предварительно установлены факты самовольного занятия и нецелевого использования земель. Для подтверждения установленных обстоятельств в регистрирующих органах и муниципалитете запрошены дополнительные сведения. По результатам будет принят комплекс мер прокурорского реагирования для устранения выявленных нарушений. Проверка продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Анапа откроет сезон энногострономической ярмаркой о море вина. Как и в прошлом году, жители и гостей курорта ждет насыщенная событийная программа. С 13 по 21 мая вдоль набережной у музея Горгипия выстроятся павильоны виноделов, рестораторов и фермеров, где можно будет познакомиться с винами Кубани, Дона, Крыма и Хавказа. От заводов с мировым именем до семейных виноделин. Истинные ценители благородных напитков получат паспорт амбассадора российского вина. Также гости ярмарки смогут послушать лекции с эмелье, историков и культурологов, побывать на творческих вечерах, принять участие в актерских и психологических мастер-классах и даже сыграть в винные игры – казино, бинго и мафию. Для детей будут организованы научные и творческие мастер-классы, представления уличных театров и мультфильмы под открытым небом. Самой зрелищной частью станут вечерние инструментальные концерты на раскопках греческой горгипии. В первые и вторые выходные о море вина над руинами древнего города зазвучат джаз и классика, колокола, танго и электронная музыка. В России периодически появляются объявления о продаже редких на сегодняшний день советских машин. Но объявление, которое опубликовал житель Анапы на сайте Авито, хочется отметить отдельно. Он продает свой ВАЗ-2101 за 33 миллиона рублей. Автоваз в Тольятти выпустил партию Lada Vesta NG в топовой комплектации. Это автомобиль 1980 года выпуска, а за 43 года на одометре набежала цифра в 180 тысяч километров. Под капотом находится мотор с рабочим объемом 1,3 литра, который работает в паре с механической коробкой передач. Кузов окрашен в белый цвет. Также в объявлении указано, что машина исправна и полностью готова к выезду на дороге. Запчасти стоят оригинальные, что также увеличивает ценность авто. Также нет никаких проблем с документами, поэтому перерегистрация на нового собственника не должна стать проблемой. Выпуск ВАЗ-2101 продолжался с 1970 по 1988 годы. А партнер сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, СТ-4. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, СТ-4. Она постала вторым по популярности местом для отдыха в июне. До наступления календарного лета меньше месяца. У многих уже в июне начинается сезон отпусков. Сервис бронирования отелей и квартир twill.ru, проанализировав данные заявок, определил самые популярные у туристов направления июня. На первом месте – Сочи, 28% заявок. На втором – Анапа, на третьем – Санкт-Петербург. Также в топ-10 вошли Геленджик, Ялта, Гагра, Кабардинка, Москва, Ейск и Феодосия. А партнер сегодняшнего выпуска – ресторан «Отель Беладжио». Все лучшее в одном месте – ресторанно-гостиничный комплекс «Беладжио». К вашим услугам – роскошный банкетный зал на 240 человек, европейская и кавказская кухни, радушие и гостеприимство. Все это ждет вас в «Беладжио». «Беладжио» – это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Анапа, улица Ленина, 216. В Анапе пройдет забег, посвященный Дню Победы. Всекубанская эстафета «Спортсмены Кубани. Вознаменование победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Состоится в воскресенье 7 мая. Старт массового забега в 11.00. Точка сбора спортсменов – район городского маяка. Маршрут пройдет вдоль набережной и завершится у вечного огня в сквере боевой славы. Приглашаем всех желающих принять участие в патриотическом забеге. А партнер сегодняшнего выпуска – салон коррекции фигуры «Леди Грация». Пляжный сезон не за горами. А чтобы вы не стеснялись надеть летом самое смелое бикини, пора заняться телом уже сейчас. Специалисты Центра коррекции фигуры «Леди Грация» помогут вам быстро избавиться от лишних килограммов и целлюлита. Для быстрого избавления от целлюлита прекрасно подходит ручной массаж. Данная процедура помогает расщеплять жировые клетки и быстро вывести из организма продукты распада. А медовый массаж и карамельная липосакция стимулируют кровообращение, нормализуют обменные процессы, тонизируют и подтягивают кожу. Огромный выбор приборов и методик «Леди Грация» позволит выбрать оптимальный способ избавления от лишнего веса для каждой девушки с учетом всех индивидуальных особенностей организма. К вашим услугам прессотерапия, кавитация, миостимуляция, вакуумный ролик, коррекция фигуры при помощи холода, спам, живое обертывание, солярий и многое другое. В «Леди Грация» предлагают только лучшие, испытанные временем высокоэффективные процедуры, такие как лазерная эпиляция. Записывайтесь сейчас, и на пляже вы будете притягивать к себе восхищенные взгляды. Анапчанка стала первой на первенстве Европы. В столице Армении, Ереване, сегодня завершилось первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 лет. Решающий бой на ринге за медали соревнований провела воспитанница Федерации бокса Анапы Анастасия Кооль. В весовой категории 52 кг Анапчанка уверенно победила представительницу Испании Гутейрес Салмирон Намелия и завоевала золото первенства. Поздравляем Анастасию и ее тренера Марину Голубеву. Желаем новых ярких побед. А партнер сегодняшнего выпуска – детский развлекательный центр «Акона Матата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Далее прогноз погоды в городских подробностях. В пятницу 6 мая нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем – плюс 19 градусов. Влажность воздуха составит 66%. Ветер падает с юга-запада со скоростью 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 11 градусов. На сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты – anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова